Здравствуйте, мои дорогие подписчики, друзья и гости! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! Сегодня мы будем выпекать очень нежные, просто воздушные рогалики с вишней. Выпечка легкая, как пух. Начинка сочная, рогалики очень вкусные. Смотрите видео и выпекайте вместе со мной. И радуйте свою семью ароматной домашней выпечкой. Для теста нам нужны будут следующие продукты. 250 мл тёплого молока. 1 упаковка сухих дрожжей или 30 г свежих. 2 столовые ложки сахара. 50 г растопленного сливочного масла. 1 желток. 1 пакетик ванилина. И 450 г муки. Тесто безопарное, готовится очень просто и быстро. Выливаем тёплое молоко в миску, не горячее. Добавляем сюда сахар. Сухие дрожжи. Размещали. Я делаю это венчиком, очень удобно. Добавляем сюда желток. Благодаря желтку у нас тесто будет красивого, такого желтненького, нежного цвета. Добавляем ванилин для аромата. Растопленное сливочное масло. Заметьте, масло не должно быть горячим, комнатной температуры. И теперь добавляем муку частями. Сначала я замешиваю тесто с помощью венчика, а потом уже ложкой. Затем посыпаем стол мукой. И выкладываем наше тесто на стол. Теперь мы замешиваем тесто вручную. Здесь главное не забить тесто. Оно будет легче подниматься. Будет более нежнее и пышнее. Вот я уже чувствую, что достаточно. Руки смазала растительным рафинированным маслом. Теперь тесто в комочек собираем. Смотрите, какое оно красивое, желтенькое, очень нежное и мягкое. Немножко муки осталось. Мы будем использовать ее для подсыпки. Берем чистую миску. Дно посыпаем мукой. Выкладываем сюда наше тесто. Снова присыпаем сверху мукой. Накрываем полотенцем. И оставляем в тепле на 1 час. Сквозняков на кухне не должно быть. Смотрите, какое красивое и пышное тесто. Посыпаем стол мукой. И выкладываем тесто на стол. Прошло всего лишь 50 минут. А тесто уже готово к работе. Сверху присыпаем тесто мукой. Слегка разминаем. Если вы часто готовите дрожжевое тесто, то вы уже на ощупь знаете, каким оно должно быть. Тесто прям пищит. Смазала руки растительным рафинированным маслом. И еще немножко вымешиваю его. Тесто любит, когда его разминают. Тогда оно будет нежнее у нас, пышнее. У меня дома нет хлебопечки. Всегда люблю работать с тестом руками сама. Ну вот нравится мне. Это мое хобби. Так, тесто готово к работе. Делим его на две части. Посыпаем снова стол мукой. Берем скалку и раскатываем тесто в круглый пласт. Тесто раскатали толщиной примерно где-то 2 мм. Тоненько я раскатываю. Затем беру пластиковый нож и разрезаем на части. Как обычно, как всегда, мы делаем рогалики. Сначала на 2 части теста разделяем. Потом на 4. Ну и потом каждую часть на 3. 12 рогаликов с одного круга получается. Начинку буду использовать свою любимую. Вишню, чернокорку. Значит, обязательно вынули косточки. По 3 вишенки выкладываем. Если крупная очень вишня, и 2 будет достаточно. Вишня очень сочная. Я думаю, 2 будет достаточно. Сейчас покажу, как мы будем заворачивать вишню в тесто. Ну вот здесь у меня рогалик побольше, поэтому сюда 3. И сюда 3. Берем сахар. Посыпаем вишней сахаром. Немножко. Ну, а теперь делаем рогалики. Смотрите. Первым делом мы вот сначала делаем первый оборот. Теперь края закрываем, чтобы весь сок с вишни остался внутри рогалика. И подворачиваем слегка. Главное, не натягивать слишком тесто при формировании рогаликов. Иначе у вас оно потрескается, когда будет увеличиваться в объеме. И заворачиваем. Вот такой рогалик с вишней у меня получается. Очень аккуратный, красивый. Еще раз показываю. Защипываем края. Подворачиваем. Не натягиваем слишком тесто. Вот. Второй готов. Это одна из моих любимых начинок. Я вишню обожаю. В выпечке, в пирогах. Это всегда вкусно, сочно. Вот еще один рогалик готов. Тесто очень послушное. Не прилипает к рукам. С ним легко работать. Поэтому сделать вам рогалики будет проще простого. Вторую часть теста раскатали. И также делаем рогалики. Все как и в первом случае. У нас получится 24 рогалика с вишней. Если кому интересно и важно количество муки, в рецепте я указала 450 граммов. Но вот я перевесила остаток. Я использовала для приготовления рогаликов 430 граммов. Я знаю, что у меня на канале есть и опытные хозяйки, и начинающие. Поэтому для некоторых эта информация будет очень важна. 430 граммов муки я использовала вместе с подсыпкой. Это сезонная выпечка с вишней. Вкуснее не придумаешь. Я люблю выпечку даже больше, чем торты. Вот так я вам скажу. Растойка теста занимает у меня мало времени. Пока я сформирую все рогалики. Где-то примерно 15 минут. Теперь смазываем рогалики яйцом. Духовочку включили и разогреваться. Мне нравится этот рецепт рогалика. Во-первых, выпечка получается нежной и воздушной. Начинка просто обалденная. Для тех, кто любит вишню, ничего вкуснее не придумаешь. Тесто безопарное. Готовится просто. Выпекаются рогалики быстро. Поэтому вам стоит их приготовить. Немножко, конечно, сок рогалики пустят. Так как вишня у меня чернокорка. Она очень сочная. Но я не добавляю крахмал в начинку. Не нравится моей семье. Очень чувствуется крахмал. Поэтому, если у вас любят и не чувствуют крахмал в начинке, можно немножко добавить. Сверху присыпаем рогалики сахаром. Рогалики ставим в разогретую духовку на 180 градусов. На средний уровень. Режим вверх-вниз. Рогалики выпекались 25 минут. Аромат выпечки заполнил всю кухню. Рогалики с вишней готовы. Очень пышное, нежное тесто. Сочная начинка. Обязательно приготовьте эту выпечку. Порадуйте родных. Нет ничего вкуснее домашней ароматной выпечки. Смело готовьте. Делайте все по рецепту. И у вас обязательно получатся такие вкусные рогалики. Осталось провести дегустацию. Значит, что я вам хочу сказать. Смотрите, низ рогалика. Я не скажу, что все вышли идеальные. Где-то все-таки немножко просочилась вишня. Она чернокурка очень сочная. В ней просто много сока. Поэтому сейчас берем рогалик. Смотрите. Нежнейшее тесто. Мы уже с мужем сделали пробу. Я вас заверяю. Обязательно приготовьте эти рогалики. Они готовятся быстро и съедаются моментально. Тесто нежнейшее, воздушное. Сочная вишневая начиночка. Выпечка по сезону. Готовьте и радуйте свою семью вкусной домашней ароматной выпечкой. Рогалики легкие, как пушинка. Невозможно остановиться. Просто попробуйте. Нежнейшее тесто. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. А с вами была Ира. И канал Готовим с любовью. До новых встреч. Пока-пока.